Закон Божий для детей. Новый Завет. О Третьей Заковеди Блаженства. Блажение Кротцы и Акатейна следит землю. Кротцы – это значит кроткие, не злобливые. Ибо потому что Крота здесь спокойная, полная христианская любви в состоянии Духа Человека, при котором человек никогда не раздражается и никогда не позволяет себе ропота не только на Бога, но и на людей. Кроткие люди и сами не раздражаются, и других людей не раздражают. Христианская кротость выражается главным образом в терпеливом перенесении обид, причиняемых другими, и есть свойства противоположные гневу, злобе, самопревозношению и мстительности. Кроткий человек всегда сожалеет о жестокости сердца обидевшего его человека, желает ему исправления, молится о нем и отдает его действие на суд Божий, внимая наставлению апостола. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные. Мне от мщения я воздав, говорит Господь. Высочайший для нас пример кротости сам Господь наш Иисус Христос, молившийся на кресте за своих врагов. Он нас учил не мстить врагам, но делать им добро. Но учитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Кротость покоряет самые жестокие сердца людей, как в этом убеждает нас наблюдение над жизнью человеческой, и подтверждает это вся история гонения на христиан. Христианин может гневаться только на самого себя, на свои грехопадения и на искусителя дьявола. Господь обещает кротким, что они наследят землю. Обещание это означает, что кроткие люди в настоящей жизни силой Божией сохраняются на земле, несмотря на все косни человеческие и на самые жестокие гонения. А в будущей жизни они будут наследником небесного Отечества, новой земли с вечными благами.